Со стороны суши бакинский крепостной вал сохранен на две трети своего первоначального расстояния, что составляет около 500 метров. В своем нынешнем виде стена объединяет 25 полукруглых башен, имеет пять ворот и один выход. Фат, меня все же как художник интересует. Вот я хотел бы эту стену представить. Как она была 500 лет назад, 400 лет назад, ну может 300 лет назад. Ну, насчет 500 лет назад сказать не берусь, а вот лет 300 назад, скорее всего, увидели бы не скинную картину. Дело в том, что Баку была кольцована двойным рядом стен суши и одной стеной со стороны моря. Наиболее древней, конечно, была вот эта стена, построенная во времена Шаха Манучехра, и, по счастью, в крепости сохранилась трехстрочная надпись, сообщающая о дате строительства стены. Шах Абуль Ходжа Манучехр, великий покровитель мусульман и ведущий правоверных, повелел выстроить эту великолепную стену во времена своего правления до продлих Аллах его дни. Ну, правление Шаха Манучехра II датируется 1120-1159 годами. В этот период, в принципе, и была построена основная бакинская крепостная стена. Однако, в 1608-1909 годах, во времена персидского шаха Аббаса, возводится как бы передовой оборонительный рубиль. Внешняя крепостная стена, которая была где-то порядка раза в два ниже внутренней. Хотя она тоже была внесена своим рвом, там были соблюдены определенные элементы фортификации. Но вот эта вот низость крепостной стены, внешней, она была предназначена создать такую иллюзию легкой преодолимости. Потом ловушка. Да! Но преодолев внешнюю крепостную стену, неприятель попадал в каменный мешок, в котором он простреливался буквально со всех сторон. В крепостной стене Манучехровского периода сохранились очень интересные жерловые углубления, которые позволяли выливать горящие потоки жидкости на нападавших, преодолевших внешнюю крепостную стену. То есть, эта стена была построена в соблюдении всех репутационных законов Средневековья. И в своей, так сказать, первозданной мощи и красе она отчасти дошла и до нашей времени. Внешняя крепостная стена, увы, не была сохранена, потому что в период нефтяного бума рост Баку был настолько бурным, что в свое время путировался вопрос о полном сносе крепостных стен, для того, чтобы город просто начал, естественно, развиваться вшить частью. Основную крепостную стену удалось сохранить, однако от внешней к тому времени, честно говоря, порядком разобранной, поломанной, но далеко не блещущей своим состоянием, от нее решили избавиться. Причем камень внешней крепостной стены был использован на реставрацию внутренней. Однако, основная крепостная стена была таки все-таки сохранена. И это позволило Бакинской крепости сохранить вот этот причудливый лабиринт затейливых переулочек, улиц, тупиков. То есть, сохранить ту архитектурную решетку, которая появилась на Бакинской крепости. Я с рождения помню эту стену сами, а на фотографиях прошлых лет я видел безувстов, как будто это совершенно другая стена. Вы правы, потому что именно, предположительно, в год вашего рождения, а именно в период с 50-го по 52-й годы... Я в 48-м году. Я бы дал меньше в любом случае. Так или иначе, в 50-е годы Бакинская крепостная стена подверглась очередной реставрации. В то время было решено восстановить эти зубцы. По-видимому, зубцы существовали на крепости изначально. А почему были снесены? Дело в том, что, понимаете, когда Баку вошел в состав России в 1826 году, крепостная стена на тот период не утрачивала своего оборонительного назначения. Потому что войны России с Персией продолжались. И в 1826 году, уже 20 лет после вхождения в состав России, Баку был атакован персидской конницей. И вот тогда российский военный гарнизон решает спрямить стены с тем, чтобы установить на них артиллерийские орудия. И за счет этих артиллерийских орудий была успешно отражена атака персидской конницы. Поэтому, собственно, во всех дореволюционных снижениях, не только дореволюционных ранней советских, в 1950-х годах крепостная стена предстает несколько ином обличии. Однако в 50-е годы, когда осуществлялась реставрация стены, она осуществлялась не с чистого листа. Дело в том, что в то время архитекторами были подняты архивные снимки, изобразившие Бакинскую стену в самых разных ракурсах, в разные периоды. И на некоторых участках крепостной стены с моря, они, к сожалению, сейчас сохранились, можно увидеть что-то очень напоминающее вот эти вот зубцы. Возможно, именно эти старинные снимки и натолкнули реставраторов на мысль о том, как необходимо реконструировать стены. Не знаю, правильно ли они тогда поступили или нет, но для моего поколения бакинцев эта стена без зубцов уже не воспринимается. По прошествии почти девяти веков не перестаешь удивляться мощи и прочности грубоватой кладки стены, сложенной из массивных известняковых блоков. Для их скрепления применялся очень прочный известковый раствор, замешанный на молоке с примесью яичных белков и волокон шерсти. Вплоть до начала 80-х годов 19-го столетия сохранялся также и крепостной вал со стороны моря. Перпендикулярно ему располагались две стены, уходящие глубоко в Каспии, тем самым создававшие надежное укрытие для кораблей, входивших в Бакинскую бухту. Пройдя сквозь величественный рубеж Бакинской крепостной стены с ее замысловатой архитектурой и противоречивой историей, мы оказываемся здесь, на Мейдане. Так называется, пожалуй, самая крупная площадь или открытое место Бакинской крепости. На небольшом пятачке Мейдана можно увидеть сооружение самых различных направлений, эпох, подчас противоречивых, но рассказывающих каждый по-своему о той истории, которую прошел этот город за последние 200, а то и более лет. Ну, начать хотя бы с дома Бакинских ханов. Вернее, то, что от него осталось. Да, осталось немногое. Красивая исполненная стрельчатая арка очень скромных габаритов может вам, как художнику, подсказать, как в свое время выглядело жилище последних правителей города Баку, правивших в городе с 1747 по 1806 год. Период правления последней династии Бакинских ханов очень строго и исторически очерчен. В 1747 году убивают Надершаха, влияние Персии над Баку ослабевает, а в 1806 году Баку подпадает под власть Российской империи. И вот тогда для ханского жилища, дворцом я его назвать уже никак не могу, наступают новые времена. В доме Бакинских ханов размещается военный гарнизон. Обратите внимание, сквозь столько лет и режимов. Российская империя, Первая Азербайджанская республика, Советский период, постсоветский период. До сих пор здесь находится военная полиция, если я сейчас не ошибаюсь. То есть времена меняются, но некоторые атрибуты власти остаются неизменными. Итак, дом Бакинских ханов напоминает нам о том периоде города, когда он еще не был под властью России. Но это был очень небольшой город с населением менее 5000 человек. Вступление новой эпохи, наступление новой эпохи привносит новые времена. И вот тогда Бакинский майдан застраивается новыми домами. Но как бы ни были интересны, а иногда неинтересны некоторые из них, одним из основных зданий, которые раскрываются от Бакинского дома крепостных ханов, является вот этот вот дом. Он играет ключевую роль в формировании Бакинского майдана. У него два довольно интересных названия. Занчерли-мюльч, дом с цепями. Дом с цепями, да. И еще какой-то... Да, второе название еще лучше, утюжок. Оно очень верно отражает его планировочную структуру. Потому что, обратите внимание, с этого дома как бы берут свое начало две ведущие Бакинские крепостные улицы. Это башенная и большая крепостная. Подобно с стремительным горным речком, они пробивают себе извилистую дорогу сквозь плотный лабиринт Бакинских домов, крепостных. Утюжок — дом с очень оригинальной историей. Кстати, по бокам раньше здесь находились еще две статуи, отчего дом приобретал еще более элегантные очертания. Но сейчас об этом можно судить разве что по архивным снимкам. До советизации этот дом принадлежал крепостному купцу Хаджи Мамед Хусейну Мамедову, у которого в 1928 году, в период Непа, дом приобретают, скорее всего, тоже коммерсанты, братья Меликовы. Однако двумя годами позже Бакинская городская поможня за контрабандой конфискует Меликовский дом в пользу швейной фабрики имени Нариманова. Вот тогда и скульптура пропала. Скорее всего, в то время приказали долго жить боковые скульптуры. Сейчас здесь находится музей этнографии и археологии. В недавнем прошлом это здание, конечно же, было офисом таких известных фирм, как BP, Elf, Statoil. Но это уже из более близкой истории. Однако, несмотря на то, что нынешнее состояние дома оставляет желать много лучшего, конечно же, общей планировочной структурой Мейдана ему принадлежит своя незаменимая. Он сразу приходит с Гоша Галагар и сразу раскрывается. Он бросается вам в глаза, и он поневоле заставляет вас обратить внимание на то, что находится по правую и по левую руку, то есть с чего начинается Бакинская крепость. Здание энциклопедии, находящееся за нами, всегда было своего рода вельмом на глазу для Бакинского Мейдана. Построенное в период 70-х годов, оно в полной мере отразило свою эпоху. Эпоху совершенно безликой архитектуры.